Иоанн говорил фарисеям и саддукеям, которые у него крестились, и они к нему приходили, вдруг это явление какое-то думает, на всякий случай надо у него покреститься водою. Так вот он им говорил, тем, кто у него крестился, он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Вот что означает сотворить достойный плод покаяния. Это значит, что искренность своей внутренней перемены над делами доказывать. Если ты раскаялся, то докажи делами, что ты действительно раскаялся, встань на правильный путь. То есть покаяние само по себе это не просто слова, это нужно доказать делом. Сказать ты можешь тысячу раз, покаяться в чём-то, а вот дело, то в чём ты раскаялся, ты как будешь это превосходить, как ты будешь идти дальше, как будешь жить дальше. Сотворите достойный плод покаяния. Плод это значит продемонстрируйте, что вы действительно раскаялись. Они просто сказали слова какие-то, слова раскаяния. Покаяние должно быть предельно искренним, оно должно быть сердечным. Только тогда оно действенно, только тогда оно способно смягчить или растворить кармические последствия содеянного. Смягчить либо растворить, если оно будет искренне, абсолютно сердечным. Иисус также постоянно напоминает окружающим о необходимости покаяния. Он всё время говорит им, покайтесь, раскаиваетесь. Ну, постоянно напоминает. И что интересно, вот он был в Галилее. В какой-то момент он был в Галилее сурово, он обращается к галилеянам, к своим соплеменникам, которые были возбуждены убийством в храме своих соплеменников по приказу Пилата. Вот Пилат приказал в храме прямо у жертвенника покарать галилеян. Вот в храме было совершено убийство римскими властями, там, тех людей, которые были. Они пришли к нему жаловаться, к Иисусу. Они думали, что он будет возмущён, там, оправдывать будет политические какие-то там эти самые возникнут вопросы, да? Он сказал, кесарь у кесаря, бога у бога. Он сказал, если вы будете грешить, то с вами произойдёт тоже. Он не оправдывал, что их убили. Он говорит, будете грешить, с вами будет так же. Всё. Ничто не защищал, не оправдывал, не влезал в политику, что мы неверно поступили. Демонстрации не собирал. Они думали, что он будет там заступаться, защищать. Ничего, ни слова не сказал. Если не покаетесь, там, он сказал, все так же погибнете. Всё. То есть отпали от бога люди. Главный грех, так сказать. Вот они отпавшие от бога и в храме их убивают, потому что они от бога отпали. Они не защищены. Он сказал, не покаетесь, все будете погублены. Всё. Коротко. Больше никаких вопросов на эту тему не возникало. Смотрите, он решил это всё просто. Помните широко известную притчу о блудном сыне, которую рассказывал Иисус? Блудный сын где-то там погулял много лет с блудницами. Спросил все деньги, проигрался, возвращается к отцу домой. Тот закалывает там самого жирного быка, устраивает пир. А брат старший говорит, я, говорит, очень хороший, всё время с тобой, вот, очень праведный. А ты вот этого блудника так встретил. Чем же я хуже, вот ты его встречаешь. А тот сказал, что действительно, раскаившись в своих грехах, искренне раскаившись ему дороже, чем ты, сын праведник, который ведёшь праведную жизнь. Якобы, наверное, праведную. Потому что раскаившись грешник в тысячу раз дороже Богу, чем праведник. С постным лицом и с хорошей, так сказать, ну, такой, актёрской, с хорошими актёрскими данными. Якобы близки к Богу. Потому что опустился он на самое дно, а подняться с самого дна, катапультироваться к Богу, гораздо проще, чем ты вот на поверхности где-то. Вот оттуда выталкивает. Он через всё прошёл, и оттуда он, туда катапультируется прям к Господу. При условии искреннего раскаяния. Со слезами. Так что бывают грешники тяжёлые, многие гораздо дороже, чем... Вернее, гораздо потенциально более, что ли, способны обрести Бога, чем кажущиеся праведники. Поэтому, когда говорят о смертной казни, пусть человек живёт. Пусть он до конца своей жизни имеет возможности, шанс подняться к Богу. Не важно тяжесть греха, которую ты совершил. Искреннее раскаяние. И будет продукт. А мы всё желаем казнить, убивать, голову срезать. Пусть будет. Пусть будет у него жизнь. Пусть он имеет возможность раскаяться. Только Господь имеет право лишать жизни. И замечательно сказала мать, что подписывается приговор, даже если человек себе подписывает приговор, хочет самоубийством в жизни покончить, окончательно Господом Богом. Если Господь Бог не даст санкцию самоубийце, совершит так самоубийство, он этого не сделает. Неудача будет. Только, говорит Гог, подписывает окончательный вердикт. Жить человек на земле или нет. На определенном этапе, в определенное время, вот только он, т.к. имеет слово, имеет голос. Сейчас особенно это становится очевидным. Не вмешивайтесь, люди, в этот процесс. Делайте всё по закону, но жизнь принадлежит Господу. Как хотим мы того или нет, как бы у нас, так сказать, не кипело наше справедливое возмущение. Не нам решать, не нам, не людям решать. Социально опасных изолировать, это другой вопрос. Есть законы, есть всё, но жизни лишать, это великий грех. От ока за ока и пошло, эта цепь никогда не прекратится, мщение. Никогда. Иисус об этом говорил, именно об этом. Кто-то должен в этой цепочке, вот передачи зла друг от друга, мщение и ненависть, остановиться. Эта цепь должна быть разорвана. А так это будет как бехот да шнур. Это будет всегда воспламеняться, взорваться, вспыхивать и гореть постоянно. И, наконец, помните казнь Иисуса на Голгофе, диалог разбойников, которые распяты по обе стороны от Иисуса. Один из повешенных злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осуждён на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойно и по делам нашим приняли, разбойник говорит. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придёшь в царствие Твоё. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Смотрите, закоренялый разбойник, раскаившись, вспоминает о Боге. Целиком признаёт свою вину в прегрешениях, в преступлениях и устыдил своего коллегу, такого же разбойника, который провокационный выпад в отношении Христа совершил. Сказал, спаси себя и нас, если ты там Христос. Иисус почувствовал искренность раскаяния этого человека и словами его ободрил. Вот уже на смертном одре фактически он его ободряет словами, говорит. Я тебе помогу, со мной сегодня же будешь в раю. Мы теперь более подробно поговорим о покаянии, как форме работы на пути сознательной улицы. Как же нам вообще этот акт покаяния творить? Каким образом всё-таки к этому подойти? Так вот, пока бодрствование сознания наше с вами ещё не стало нормой, пока мы ещё не всё видим, что в нас происходит, пока автоматически способны совершать какие-то непотребные дела и поступки, наверное, покаяние будет лекарством против того, что мы совершаем механически по привычке. Сразу же не бывает, чтобы мы другими людьми стали. Наверное, не бывает. И постепенно-постепенно у нас ещё будут какие-то выбросы, выпады, такие нежелательные. Значит, покаяние – это одна из форм всё-таки смягчения последствий тех поступков, которые мы пока творим, не ведая, что делаем. Бывает, наверное, такое. Даже если на путь встали. Например, вы разгневались. Лекарство? Истинное расхонение. Да, я разгневался. Если на кого-то там нашумели, ну подойдите. Вот. Я не прав. Это делать вот буквально, вот сразу, знаете, как вот бывает, вот мгновенно. Есть такое иногда. Вот те, кто по пути уже немножко продвинулся, и если вдруг у него что-то там вот такая свечка выпадает, то сразу же, тот же мгновенно просто подходишь и говоришь, ну я не прав. Неважно, прав-то или не прав, это вопрос нет. Я не прав, я разгневался. Я не прав. Неважно, какая ситуация была. Если я проявил гнев, если во мне что-то проявишь, я виноват. Я. Во мне гнев проявился. Во мне нет ровности. Во мне нет Бога в этот момент. Я виноват. Всё. Акт покаяния – это не угрызение совести. Акт ещё говорит, я виноват, виноват. Совесть меня мучит, я виноват. Он не раскаивается, а просто себя так, совесть его грызёт. Это ж не покаяние. Это чепуха. Он себя убеждает, что он не такой, он виноват, он бы не поступил так. Ну поступил, вот так получилось. Раскайся, всё. Никаких угрызений совести быть не должно. Угрызение совести – это на всю жизнь. Ты будешь так и играть с этим, с угрызениями, с совестями до самого конца. Всё, оно у тебя будет грызть, грызть никак не съест. Если бы действительно совесть человека грызла, то он бы скоро, вот уже через полгода, наверное, его бы не было. С совестью бы сожрала бы его, если бы на самом деле она его кушала. Это всё такой спектакль. Меня грозёт совесть, у меня угрызение совести. Как голубой воришка. Помните, в «Двенадцати стульях» он крадёт и стыдно ему. Он берёт, вот там, помните, был Паша Емельевич или кто их там изображение. Ему стыдно, но берёт, вот совесть его так немножко мучит. Стыдно, братья, он говорит, но берёт. Вот это вот прям такое что. А если бы действительно совесть грызла, она бы давно съела бы всех. Тут никто бы не остался. Дело не в совести. В совести никакой нет, её быть не может. Это призывает к совести. Призывает те, у кого её нет на самом деле. И раскаяния, у кого нет. Они просто делают то, что хотят. А только совестью прикрываются. Призывают нас быть совестливыми. Нам-то это не надо. У нас совершенно другая задача, я говорю о нас с вами. Так что нам вот как-то раскаяния. Увидел себя глупость какую-то? Ну, раскаясь. Я был неправ. Вот этого не надо было делать. И действительно, как только ты раскаешься, знаете, как легко бывает? Вот кто знает, тот знает. Это вообще фантастически легко. Боже мой, никакого камня нет за пазукой. Никакого нет раздражения. Никакой злобы на того, на кого ты рассердился, который тебя как-то обозвало, сделал тебе какую-то гадость. То есть, тебя омывает, это сила божественная. Иска, я как-то раскаяния, это сила, тепло такое. Боже мой, как чудесно. Ты простил человеку, ты на неё не держишь ничего вообще. Ты его зазлился, потому что он вывел тебя из себя. Да, действительно, может быть, и правильно выбил, и правильно тебя выводит из себя. Иначе ты ровность не выработаешь. Ты ему благодарен должен быть даже за то, что он диагноз тебе поставил. Ты пока ещё не в Боге, ты ещё возмущаешься, ещё кулачками сучишь. Мораль, как известно, если говорить о морали, это категория, которая гнездится в разуме. Акт покаяния – это не угрозение совести, это не самобичевание, это свобода и очищение. Не надо себя бить, не надо себя бичевать. Ты просто признался себе в том, что ты неправ. Всё. В любом случае, вот как Паисий Святогорец замечательно сказал, если тебя обидели, обидели, задело, задело, и ты простил человека, нормально, если тебя обидели не за дело, и ты простил человека, то это капитал нетленный, который на небесах уже записывается. В твою пользу уже с процентами идёт. Капитал с процентами. Если я не заслуженно обидел, ты его простил, и всё. Вот оно. Вот насколько ценность покаяния. Как она ценится. Искренняя сердечная расхония снимает все кармические последствия неблаговидных поступков. Все последствия снимаются, не позволяя завязываться кармическим узлам. А так мы затаили злобу, не простили кармический узел, кармический узел. Потом опять будут подобные ситуации, всё в большем масштабе, их развязывается. Но вот так они не завязываются. То есть кармические узлы новые не завязываются. Вы всё прощаете, вы всё готовы принять. Всё, никаких узлов в психологической вашей карме уже нет. Они не завязываются, и развязываются, значит, их не надо. То есть в течение теперешней жизни вы ничего не завязываете. Когда вы грешите намеренно, раскаяние не снимает кармические ответственности. Если вы задумали что-то, потом думаете, ну я раскаюсь. Вот тогда, наверное, это, будем говорить, наказуемо. Если вы знаете, что у вас есть покаяние, что вы можете им воспользоваться, но намеренно что-то решили сделать. Это уже, знаете, как вот в юриспруденции есть убийство. Нет, это преднамеренное убийство. Преднамеренное. Ты задумал его, и всё. А есть, бывает, состояние аффекта. Совершенно разная цена. Вот так же иногда человек, вот я сейчас согрешу, потом раскаюсь. Вот, сделаю это в последний раз, может быть, ну и потом раскаюсь. Нет, вот это не пройдёт. Очень тонкие вещи. Вот, угрызение совести, надо помнить, что это отнюдь не покаяние. И вот намеренное совершение чего-то, чтобы потом намеренно раскаяться. Ну, тогда всё будет в порядке. Уж сделаю, но раскаюсь. Знаю, что можно, раскаянем не завязывать этих кармических грехов. Так вот, постоянное оправдание покаянием намеренно совершённых поступков, тех поступков, которые доставляют людям боль и утраты, это высшая форма лицемерия. Есть лицемеры такие, которые это делают, потом раскаиваются. Но делают намеренно. Акт покаяния, это глубокое, предельно искреннее, сердечное осознание всем своим существом неблаговидности совершённого вами поступков. Всем своим существом вы должны сказать, что вы не правы. Даже если вы по человеческим меркам правы, по человеческим меркам, вы не правы. Вы не имеете на это право, вы идёте к Богу. Вы не должны ни зла таить, ни каких действий совершать, которые как бы мстили или были в противовес тому, что было сделано вам. В равной степени, или там ещё в какой-то, может, в меньшей степени, или больше не должны этого делать. Никогда. Так проверяется ваша искренность. К тому, следователю вы пути Христа, либо вы идёте по пути, так сказать, совершенной новой, совершенно в другую сторону. Иным может показаться, что вы проявляете свою слабость, что, дескать, вы будете уязвимы, все вас задолбят, надо мускула качать. Вот этот период вашей, так сказать, кажущейся слабости, это период роста духа. Потому что со временем к вам никто никогда не поступится, ни по одному вопросу, никто вас никогда не заденет. Но вы должны в этой слабости, в малости обрести эту силу. При кажущейся, так сказать, малости, ну, понятно, да? Умоляясь, умоляясь своё эго, вы обретаете огромную духовную силу, фантастическую духовную силу. Защиту на все времена и во всех планах сознания. Парадокс с человеческой точки зрения. А на самом деле это рост вашей души. Это такая надёжная защита, потому что как только состоится главная вот в вас, в результате вот этой всей работы интегральной, то тогда вас уже ничто не может поколебать. Тогда никто вас уже никогда не тронет, не заденет, не за живое, не за мёртвое. Просто вы будете недосягаемы, вы будете на другом плане сознания, вы будете неуязвимы. Вы будете невидимы для людей. Что такое невидимы? Они вас видят, но не видят того, что может в них вызвать в вас что-то непотребное по отношению к вам. Понимаете? Вы неуязвимы абсолютно. Вас ничто не может задеть. Ибо все стрелы пролетят мимо, если они даже пускаются. Вас нет. Они обойдут вас. Если вы раскаиваетесь, то неважно, когда это произошло только что, недавно или в прошлом. Иногда, наверное, можно сделать какую-то ревизию в прошлое. И действительно, в ряде своих, так сказать, случаев и поступков, что было в прошлом, тоже можно раскаяться, искренне сказать. Да, я был неправ. Вот в той ситуации, когда я поступил. Ну, некрасиво, нехорошо. Может быть, жестоко даже. По отношению к человеку, к животному, я не знаю. Ну, неважно, к кому. То есть, какая-то ревизия все-таки проводится, наверное. Тоже полезно раскаяться. Как бы прошлые узлы, тоже признать свою неправоту. То, что по ходу возникает, понятно. Но можно и туда, назад тоже. Однажды, как бы, ревизию эту провести. И уже больше к этому не возвращаться. Не вспоминать. Однажды, раскаявшись искренне, вы никогда не должны возвращаться к этим своим, так сказать, прошлым греховным поступкам. Замечательно сказал Исаак Сирин. Если вы еще помните свои прежние грехи, у вас нет Бога. Если вы еще помните свои прежние грехи, у вас Бога нет. Потому что вы опять в той жизни, вот с той жизнью вы распрощались, у вас Бог. Все, это не ваша жизнь уже. Вы раскаялись. Вы видите, что они были, но они грузом психологическим на вас не лежат. Вы раскаялись. А если до сих пор лежат, у вас нет Бога. Он блестяще это сказал. Просто удивительно. Потому что у меня по жизни много было всякой дряни и гадости. И как-то это меня уже не трогает. Я думаю, не трогает, но как-то странно. И вот когда я это услышу, а и не должно трогать-то, оказывается. Все. Просто не должно. Это не твоя жизнь. Это жизнь другого сознания. Паспорт тот же. Фамилия и имя не изменилось. Имя не менял. Девичья фамилия осталась. А другой человек там был. Сейчас родился новый человек. Вот в этом весь фокус. Не возвращайтесь туда. Никогда. Александр Васильевич, а если в память и всплывает? Просто всплывает, но не задевает. Ну не задевает и ладно. А что такое всплывает? Ну значит еще есть зацепочки. Еще крючочек есть. Если чуть-чуть всплывает, когда-нибудь можете как следует зацепить. А что всплывает? Уже всплывать вроде бы нечего. Когда все в порядке. Ну значит не случайно. Еще, так сказать, фонит что-то. Еще фонит, фон какой-то есть. Дымок еще. Знаете, вот бывает пожара уже нет, а дымок еще такой. Курица. И хорошо, если вы сердечное покаяние, заключите коротким диалогом с Господом. То есть искренне признайтесь ему в своей неправоте. Господь, я был неправ. Понимаете? Не надо ходить там к священнику на исповедь, ему рассказывать это все. Не все всегда рассказывают. Если рассказывают, то хитрят. Словами не расскажешь. А вот Господу в себе ты можешь все рассказать. Все. Только искренне. Вот ему ты можешь соскать искренне, без всякой игры. А посредник это начнется, так сказать, посредник. Он за тебя будет там просить Господа, там что-то отпускать грехи какие-то. Полная чепуха. Даже если не за деньги, то все равно ерунда. Какая разница, деньги или не за деньги, как вот индульгенция в католичестве. Так что раскаетесь, признайтесь Богу в себе. Искренне. Вот и все. В своем храме, в храме души. Это самая высшая форма покаяния. Напрямую. Зачем кого-то еще посвящать? Господь Бог знает вас все нутро, все искренне. Только вы ему признайтесь, что вы тоже знаете, что он знает. Вы поняли, что он знает. Понятно, о чем идет здесь. От него же не скроешь. Я знаю, что ты знаешь. Вот прости. Ну, допустил слабость. Все. Ну, так произошло. Делай со мной, что хочешь. Вот так произошло. Все. Значит, это искренне раскаяние будет. То есть, ты готов от него получить все. Любую оплеуху. Раскваивался. Все. Короткий диалог. Нормальный с ним. И больше не возвращайтесь. Как только человек после, казалось бы, искреннего раскаяния, возвращается опять к своим греховным поступкам, значит, он не раскаялся. Не было глубины раскаяния. Не растворился этот узел. Он завязался. Ты фальшивил. Ты считаешь себя все-таки правым. Но вдруг Господь накажет. Ну, наверное, раскаялся. Но считай себя правым. Знаете, вот как остается доля своей правоты в том, что ты поступил так. Доля эго остается. И тогда ты возвращаешься к этому. А коль возвратился, значит, в раскаяние, то я был неискренним. Все. Вот тебе диагноз, как бы, вот тест. Так же, как тест на искренность молитвы, когда тепло там и молчание ума возникает. И вот если опять всплывает к тебе в том, в чем ты раскаялся, значит, неискренен ты был в раскаянии. Если это опять к тебе приплыло в активное сознание. Пожалуйста, тестируйте себя. Не надо никому ходить спрашивать, что у вас происходит. Сами можете все проверить. Искреннее сердечное раскаяние обычно вызывает у раскаившегося такой глубинную психическую реакцию с выделением тепла внутреннего. Так тепло внутренне, внутри становится, облегчение. Тепло даже может пост выступить, да, вот так как-то жарко. Ой, как будто груз-то тяжелый нес, да, уморился, сбросил этот груз, отдыхаешь. Потому что психологический груз бывает очень-очень тяжелый иногда. И чем ты дальше продвинулся на пути продвижения к Господу, тем, казалось бы, незначительная мелочь психологическая, она давит все сильнее и сильнее. И вот крупное как-то оно проще отпадает. А вот с мелочами, мелочи-то они уже потом становятся не мелочами, а очень серьезными препятствиями на пути. Мелочей-то не бывает. Крупное легко сбрасывать, а мелкие, вот с ними тогда проблема возникает. И вот сбросил эту мелочь, это вообще удивительно легко становится. Просто легко. Если вы имеете возможность, я повторяю, раскаяться перед человеком, с которым вы как поступили, так как не подобает именно ему в этом признаться, то обычно это бывает, как бы слезы вызывает очистительный у него и у вас. Вот вы друг другу подойдете, обнимете друг другу, вы им извинитесь, ведь я виноват. Тот будет говорить, да нет, я виноват, да нет. Вы не убеждайте, он виноват, мне он скажет, ну прости, что я виноват, это точно. И все. И тогда у обоих слезы. Знаете, так интересно бывает. Ну, я проверял, даже по мелочам бывает. Вот особенно на ранних этапах работы на пути. Где-то вспыхнешь по работе, потом подойдешь к начальникам, в какой-то момент, я говорю, ну ведь я не прав, ты что-то есть. Он, да, ну, да, ну, ты старик, ну там и... Он, правда, не плачет, он железный, а у меня вот тут тепло. Да мы хорошо. Я не прав. Хотя не прав он по-человеческим меркам. Он грубый такой, это прямолинейный, дипломатия. Я вот, я не прав, все. И он так счастлив, что я не прав. Что я за него раскаивался. Он думал, что я обиделся. Потом приду надутый, а я вот подхожу к нему. Я говорю, я не прав. И сразу другое отношение совершенно. Просто вот совершенно другое отношение. Потом у тебя приходится советоваться, кто прав или не прав уже по другим вопросам. Поэтому тут очень важно всегда действительно считать всегда во всем неправом. Есть какой-то конфликт возникает у тебя с кем-то или преддверие конфликта. Не прав ты. Ты не в ровности. Ты идешь по пути. Ты не сумел вокруг себя создать атмосферу, которая могла бы нейтрализовать любые происки и проявления каких-то неблаговидных вещей. У тебя нет вокруг тебя этой атмосферы. Работать еще надо. Ты еще работаешь. Есть поле для работы. Все. И еще очень важно прощать людям все кажущиеся прегрешения по отношению к вам, вот со стороны людей, которые были когда-то, которые возникают. Поэтому повод Иисус замечательно сказал, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец Ваш Небесный простил Вам согрешения Ваши. Если же не прощаете, то Отец Небесный не простит Вам Ваши прегрешения. То есть, прощайте прегрешения тех людей, которые по отношению к Вам, по Вашему мнению, поступили неблаговидно, и тогда Отец Небесный, Он говорит, простит все прегрешения Ваши. То есть, это верный индикатор правильной Вашей позиции. И не волнуйтесь никогда, и не казните себя, если что-то неблаговидное импульсивно проявилось в Вас. Бывает импульсивно проявили что-то, ну что, сами понимаете, что нельзя этого делать. Ну вот только, ну бывает оно, вот вспыхнуло у Вас. В этом нет ничего страшного. Ибо, находясь в переходном состоянии от полубессознательной жизни к жизни сознательной, пока Вашим создателям не установилась ровность, это возможно. То есть, надо понимать, что переходное состояние допускает вот такие свечки. Чего страшного в этом нет? Потом постепенно-постепенно всё это будет приходить в норму. Важно помнить, что после акта искреннего раскаяния не следует продолжать замаливать тот же самый грех. Грех в кавычках я поставлю. Не следует к нему возвращаться. Иначе Ваше раскаяние будет или было неискинем. При этом, правда, не надо впадать в другую крайность. Знаете, так вот бывает. Я безгрешен, во мне всё чисто. Вот я раскаялся, значит, в принципе, я очищен от грехов. На самом деле, каждый человек, пребывая здесь, в этом теле, должен ощущать в себе в любой момент потенциальную греховность. В любой момент ты можешь потенциально совершить что-то. Это не значит, что ты уже чист, если ты с прошлым распрощался, говоришь, всё, я туда не возвращаюсь, и стал вообще Иисусиком, ангелом. Нет. Помни всегда, что ты потенциально способен совершить тот или иной поступок всегда. То есть, это тебя сдерживает от гордыни, знаете, гордыни святого. Я уже безгрешен. Вот это надо помнить. Всегда. Потенциальная возможность всегда есть. Бывают мелочи. Ну, самого разного толка. Мелочи, кажущиеся мелочи. Вот там ты где-то промолчал, где надо сказать, либо сказал, где надо промолчать. Умолчание тоже иногда бывает грех. Умолчание. Тут где-то промолчал, вот надо было сказать слово. Знаете, вот такое вот, в этой ситуации. Ну, ты промолчал, вроде бы ничего не изменилось, никто не заметил. Ты заметил. Потому что надо было сказать слово. Какое-то весомое слово, в какой-то ситуации. Не вмешиваться, но сказать слово. Я говорю, как в каких-то мелочах. Всегда потенциально мы можем совершить вот нечто, что можно отрести к разряду греховного поступка. Пока мы здесь, в этом теле. И каждый человек, наверное, сколько бы он, так сказать, не работал на этом пути, где-то всегда, всегда должен видеть в себе некие моменты, которые, ну, не хотелось бы ему видеть, но получается вот так у него. Хотелось бы от них избавиться, но не всегда это происходит. Поэтому не случайно все великие праведники считали себя величайшими грешниками. Не за то, что когда-то было. Они потенциально себя считают, что пока я в этом теле, пока я здесь, я вообще, так сказать, ну, грешен, вообще грешен по полной программе. И они не рисовались. Они понимали, что в противном случае они возомнят себя уже богами, а на самом деле они видели мелкие червоточинки, может быть, где-то, ну, во всяком случае, им только заметные, другим это не видно. И он понимал это. Они понимали, поэтому и говорили о том, что они, в общем-то, грешники. Не за прошлое, за прошлое само собой. А потенциальные всегда есть возможности совершить греха. Так вот, церковники постоянно прививают своим прихожанам чувство хронической греховности. Хронической, как болезнь это. Ссылаясь на то, что в противном случае у них годыня проявится. Вот сейчас мы об этом говорили, да? А они говорят, всё время, всё время, всё время ты хронически греховный. Но это очень опасное заблуждение. Ни в коем случае нельзя подпитывать энергией внимания липкое чувство греховности, которое ты начинаешь себя культивировать. Я грешный, я маленький, я весь в грехах, Господь на меня должен обратить внимание, помочь мне. Знаете, вот такое культивируется греховное эго. Эго греховное. Такая исключительность греховная. Как некое культивирует в себе эго больного человека. Вот человек, наверное, хвалится, что у него тысячи болезней, он ещё жив, у него там такие смертельные диагнозы, он пьёт тонны лекарств, но он ещё живой. Он гордится своими болезнями. Целый список тебе представляет болезней, рассказывает о них. Вот и греховные люди тоже, они как-то вот замкнулись в своей греховности и считают себя исключительными. В греховности, в малости своей греховной. Знаете, вот такая греховная малость, это огромное эго бывает. Греховное эго. Надутые. Они раздули из себя вот эту вот структуру греховную. Хроническую греховную. За церковь, говорит, молодцы, молодцы, приходите в церковь, мы вам поможем. А значит, человек не придёт в церковь, если он не будет хронически греховен. Так же, как в поликлинику человек здоровый не придёт, что он пойдёт туда? Если он сам справляется со своими болезнями, он пойдёт лечиться. Вот примерно так же. Вот этот вариант похож. Похож этот вариант. И вот этот человек, который считает себя вот хронически греховным, он при случае какая-то малейшая греховная чепуха, всё будет ту же, ту же стягивать его вот эти узлы греховности. Вот малейшее что-то он сделал. Ой, ой, я согрешил. Ой, ой, там что-то не так. Опять всё. Вот это липко всё. Мрачно, темно, грустно, безвылазно. Света никакого. Просто ничего нет. То есть, человек действительно оказывается зажатым в тупике. Там только тьма и ни капли света. Вот хроническая греховность – это сплошная темень. Буха цвет должен быть какой-то. А там говорят, что ты вообще по уши в грехах. Где свет? Света не видно. Просто его никто не показывает. Есть только дневной свет в хорошее солнечное время. А вот света божественного-то и не видно. Всё время грехи, всё время мрак, всё время всё темно, всё плохо, всё ужасно. Так вот, постоянно лелеять и подпитывать нудными актами раскаяния, угрызения совести, там, свои грехи – это обречь себя на несвободу. Ты постоянно сидишь в тюрьме. Ты постоянно во мраке. То есть, раскаяние должно быть молниеносным. Как удал бичат. И вот искренне, как ошпарить кипятком этот грех или твой поступок. Всё в одномоментно. Всё. И никаких нудных раскаяний всю жизнь на эту тему. Действительно, если ты помнишь свои прежние грехи, Бога в тебе нет, потому что это мрак в тебе сидит. Просто мрак. Ты не распрощался своей прошлой жизнью. Ты не перешёл этот рубеж. Ты во мраке. И человек, который постельно умоляет себя в хроническом чувстве греховности, сам того не подозревая, пребывает в гордыне. Это греховная гордыня. Понимаете, вот тонкое витальное эго греховное. Это такая гордыня удивительная. Исключительная греховность у тебя. Да? Да. Ой, я такая грешница. Да, это ужа. Я такая грешная. И кокетничает, начинает с собой. Вот и вроде с Богом там, так сказать, всё в порядке. Хожу в церковь. Но такие грехи на мне, вот никак не могу. Вот вспоминаю всё вот там. Ну, женщина вспоминает иногда вот те вещи, которые связаны с младенцами загубленными. Там всю жизнь начинает вспоминать. Вообще это ужасно. Иногда приходят и спрашивают. Вот мучат. Вот это знаете, как вот бывает по жизни. Мужчина, правда, это не вспоминает, дают санкции. Всё. Понимаете? Ну, это значит утопить себя, угробить. Никакого Бога у вас никогда не будет. Значит, если вы будете всё время это вспоминать. Никогда. Никогда вы к свету не приблизитесь. Вот. У такого человечка нет радости. У него лишь хроническая скорбь, тоска. Всё это грызёт душу, разъедает. Иногда он ерепенец, петушится, а потом опять весь скукожился. Всё у него там грызёт, совесть грызёт. Не знает, как дальше жить. Не знает, как отмолить всё это. В результате верующие превращаются под ударами греховного бича бича в стадах животных сбивают вот так. Это греховная бич. Вот он, страх Божий. Тебя щёлкают. И все вот в стадах сбились. И во грехах все стоят вот в баграде вот в этой церковной. Боятся. Разве этого хотел Иисус видеть в своих учениках? Разве этого Он желал своим ученикам? Вы же помните, как Он их называл? Он говорил, вы свет мира, вы соль земли. Какой же свет? Вот весь забитый, затравленный, весь в грехах. Где свет мира? Покажите. Как я могу увидеть этот свет мира в том человеке, который погряз во уши в грехах, этим гордится и в этом купается? Мне демонстрируют продукт, плод. Вот это свет мира. Иисус говорит о свете мира, который видеть в своих учениках. А я не вижу света мира. Где свет мира? Покажите. Где у вас свет мира? Куда вы этот свет мира делаете? Мрак, хроническая тоска. Если у себя полностью углубился. Если он просто играет в это в церкви. Ну, понятно, он играет всегда и везде. А если он полностью погрузился в этот мрак, в свою греховность, то света там никогда увидеть нельзя. Где свет мира? Свет непонятно. Откуда ему взяться-то свет в этом? Странные вещи какие-то. То есть люди должны обрести Царство Божие. Они должны родиться в Духе. Они должны обрести радость в сердце. Но этого не происходит прежде всего из-за чрезмерной любви к скорби. Если ты будешь любить скорбь, то ты в Духе никогда не родишься. Ты будешь сырье в прошлом. Скорбь всегда в прошлом. Ты в настоящем не будешь. Ты будешь скорбить о прошлом. И не видеть настоящего. Ты никогда не родишься в Духе. Тебе никогда не будет радости. Плода не принесешь. Вот он механизм погружения в греховность. Вот этот страх Божий. Возможно, Иисус не часто шутил. Возможно, он анекдотов не рассказывал. Возможно, он открыто, может быть, так и не прыгал. Не радовался, как Серафим Саровский, поколением себя стучая и подпрыгивая, как его видели некоторые. Ну, радовался просто. Стучал себя по коленям, подпрыгивал и радовался. Возможно, Иисус этого не делал. Но он на свадьбу ходил. Я бы на свадьбе не скорбели, пил вино, разговаривал с людьми. Не было он в состоянии хронической скорби. И от учеников своих он этого не требовал. Не было такого. Что он был хронический, тасклив и мрачен, но в это не верится. Божественный – это прежде всего свет, это прежде всего радость. Церковь должна вести людей к свету. Она же их опускает почему-то во мрак. Совершенно в противоположном направлении всё делается. Итак, со времён Византии, откуда к нам пришла христианская религия? Это мрачная византийская религия. Там Бог всегда карающий. По сути, это ветка заветный брок. Это всегда бич Божий. Это всегда страх. Вот этот бизантийский налёт страха, карающий Бог. А когда вы иконы возьмёте, вот иконы спас, спас, допустим, Феофана Грека, они же в одном времени жили, Андрея Рублёва. Вот спас Феофана Грека, это карающий такой Бог. У него такие вот глазища, у тебя насквозь, вот как этот самый, как Вушинский прокурор, вот, так сказать, он на тебя смотрит, пусть собак у вас всех, вот, головами, черепами об стенку. И спас Рублёва. Русский спас. Мягкий, не карающий. Посмотрите, вот совершенно две иконы. На одну и ту же тему. Канонические иконы, но какая разница. Икона преображения, того же Феофана Грека и Андрея Рублёва. Преображение Феофана Грека. Стоит Иисус на горе, Илья, да, Илья и Моисеев по сторонам. Три ученика внизу. Такие ученики испуганные, закрываются, всё, боятся, а у него из глаз там, или из головы, какие-то лучи, прожекторы, как лазанные насквозь, так и пугают, те пугаются, боятся. Икона преображения Андрея Рублёва. Мягкий, белый, вибрирующий свет на учеников. Совершенно разные изображения. Человек, который познал Бога и родился в Духе, и познал Божественную Суть, и живёт в неё, по-другому совершенно изображает Спасителя. Совершенно по-другому. Вот это свет. А там мрак. Вот византийский мрак. Там и фреска мрачная, и византийская. Если мы посмотрим, там всё мрачное. Вот этот византийский мрак, вот это хроническое нечто, это как болезнь передалась. Ведь русское христианство, оно языческое, полуязыческое, светлое, природное. Нет, вот опять её цементирует во мраке всё. Есть разница, наверное. Что такое свет, и что такое враг. Куда должна вести церковь. И вот идёт такая работа, работа по нарастающей. Молитва, бодрствование, покаяние, а ещё четвёртый компонент работы на пути молитвенного постижения Господа, да и на пути любом, на пути интегральном, это смирение. Субтитры добавил DimaTorzok Корректор А.Егорова Неэкспрямь,